ребят всем привет привет сегодня у нас ребята будет выпуск про еду в таиланде мы сейчас находимся безлимитном буфете очень известное кафе в таиланде не находится вид кафе очень интересные очень известные все это находится между потом гамм караном точнее мы оставим точку почему выбрали именно это место потому что мы не знали куда поехать буфета в таиланде очень много очень много просто сели загуглили в google картах там есть отзывы оценки выбрались хорошими отзывами и оценками лечат будем пробовать сегодня вам ты взяла аквабокс чтобы нырять в море еды в общем сегодня будет у нас еда и мы дадим оценку данному месту погнали сразу же слева туалет мужской женские там же можно помыть руки дальше идет вот такие столики здесь какую-то еду набирает в общем более подробно чуть попозже здесь вот такая касса там напитки напитки отдельные так понимаю считаются вот здесь касса таскать узнает сколько будет стоит 239 под за взрослого за детей за двоих она сказала 129 может быть только за полину потому что и идет отдельное меню на выпивку на напитки вот пиво лео чанг синха хеникин тайгер и так далее по за большая по 120 это маленькая по-тайски по-тайски она так как будто бы говорит как он сказал как будто бы говорит а то вот такое ребята кафе вот наше место на сегодня будет в центре какая-то елочка такая интересная новый год еще празднуют а здесь игровая зона для детей горка не прям улыбка не слазит игровая зона вообще прям шикарная но дети нравится хотела заметить то что здесь достаточно тихо тихо и дорога принципе рядом но она не очень проезжая поэтому данков очень тихо и спокойно народу принципе ну немало но тем не менее вот смотрите горка эта горка напоминает мое детство у нас во дворе так не стояли принесли нам такую тележечку мы с катей заказали пиво и детям сок и вот такой вот казунок принесли здесь заготовлено уже бульон идет внутри идут угли здесь можно будет варить а здесь можно будет жарить пошли за продуктами здесь один из самых чистых туалетов что кстати немаловажно и он дашь отзыв посмотрите все идем мыть руки и потом идем на действительно туалет и здесь здесь я так понимаю можно будет заготовить салат здесь соуса здесь готовый салат карри вот такой любимый горлодерчик здесь вот такие лоточки вы здесь в общем уже заготовлено промаринованное мясо всякое свинина еще раз свинина курица да будем морепродукты не давая морепродукты поле что взяла сказы так давайте идите так смотрите вот это вообще лучше не набирать давайте приготовим будем готовить такое не надо набирать курочка в кляре блинчики наггетсы картошка фри и деликатес ножки куриные здесь что-то непонятное пахнет яйцом жареным здесь рис яйцом там свеженькая драм видно что новая лапша может быть рыба не знаю но лучше такое не брать по опыту лучше взять самостоятельно и приготовить лучше возьмем сырое и приготовим самостоятельно дома смотрите какая зелень креветок бери побольше все любят креветки из нашей семьи и креветовцы какие большие креветки кстати свеженькие прям видно хорошенькие вероника что-то набираешь сказывает я набираю вот такие ракушечки они вот там внутри мяско вкусное мы их очень обожаем где вы в китае пробовали да таки дальше здесь что-то непонятно может быть печенка это мясо может быть говядина чуть попозже попробуем это тоже непонятно вот это кажется точно печенка да вот это печенка курица так это фарш внутри просто фарш может просто взять котлеты это сделать делаю здесь это тоже печенка я не знаю чем она отличается жарим курочка кстати давай печень пожаре до печенку обязательно вот это нара крупную бери это тоже курица вот это я не знаю что такое что такое это тоже мясо и мясо прям очень хорошая она смотрите принесла новую партию и упадал промаринована да смотрите я так понимаю можно масло взять а здесь всякие сладости это всякое желейки тут всякие общем сладенькое закадычные друзья тут ползит муравьи смотрите соусы тут можно видимо какой-нибудь сладкий салат сделать из фруктов только арбуз и дыня она мне маленько все объяснила для того чтобы жарить нужно вот здесь взять сало ну и либо масло так понимаю она мне именно сало порекомендовала и вот такие штучки чтобы это сало как бы смазать смазать потом она показала соусы для барбекю вот эти говорит три острые вот этот не острый вот это тоже не острое а такари он должен быть маленько острым но она сказала это не остро просто карьеве берем кусочек стал уж нам рекомендовали смазываем вот этот вот чан пока мы ходили ты видишь она как накалилась надо веру две руки она нам кстати спросила вам одну или две вот быстрее поставила спасай его даже пока ты это я вот так положу бы она прям будет топиться окей теперь мы берем печеночку а вареная ребята кстати те кто говорит что пригорает мастер белье у нас вот все скользит бульон выкипает нам поставили чайник можем подливать там бульон до креветочки свеженький красный становится мы идем вот такие вот блинчики там там капуста морковка и наверно похоже на картошку ты ешь дыню на диете что худеешь я тоже сижу на диете блинчики наяриваешь кстати сумма здесь отдается немаленькая поэтому на эту сумму можно сходить какой-нибудь похожий кафе и поесть примерно также не мне кажется также потому что метки порция креветок уже сколько стоит в общем пишите ребята комментарии как что вы думаете мы вам скажем конце сумму и прикинуть можно будет лапшу траву те до глубоко ошибается те кто приходит покушать морепродукты мясо это самое то место до кальмар добавляем кстати не взял там остренький соус такой для барбекю который она показала нет я взял не острый я бы чуть-чуть взяла бы остренького добавляем ракушки которые девчонки набрали они сразу же так открываются от температуры давай взяли детям такую фанту бутылка стеклянная прикольно все этот бац а ты будешь что-нибудь из этого креветки конечно буду креветки вон те ракушечки печенку не буду выше мы не люблю я что такое выше мы ребятам скажи почему пришла такая помощница она спросила налить ли вам пиво да или какие-нибудь напитки и катя говорит да и она с удовольствием смотрите наливает здорово не знаю видно не видно где-то темновато молодец мама ты всегда готовишь а в комментарии говорят что ты не готовишь мы только в кафе питаемся агода говорят что я не умею готовить люди многое говорят да да доча они не правы печенка прям внутри сочная только узнаете соли не хватает они это же не солено ну это похоже на мясо пожарилась вкусно птича ну как тебе печеночка лично все прожарилось вкусненько не соленая только да хоть нету знаешь не мешает то что она не соленая нормально но придем а что значит короче вкусно тебе или нет вопрос ну что приготовим салатик давай попробуем что-нибудь правда сдавая попробуем почему так много окей давай ну ну давай хотя бы 2 давай дольки вот так маленько бульончик он пришел помогать не думаю нет жаль мне кажется это ореховая паста блин это непонятно очень же такое помидорку еще помидорку да да еще помидорку зеленый бюнберг тоже можно это папа я по-моему насколько я знаю папа я будем ее класть вон ту нора вот я не знаю мне кажется вот это набрать кинетал вот но нам сейчас помогут так перец чеснок нечищены берется такая ступа как это калкушка как называется пистик вылетит так забросила на вот и что такое папа я добавил здесь папа я так дальше сахар это масло будет что такое город вот здесь она не говорит просто дает попробовать сладкая что-то сладкое сладкое непонятно арахис жареный давай давай здорово я первый раз делаю так лайм взяла разрезает его поточила ножик более как она сидела четко посмотрела закате и правильно на тут делает добавила наверное что это уксус или что это или масло подожди пять минут дочь так лайма добавила забросила наши заготовленные помидоры так еще папаи да еще папаи да еще мало да еще да включи мама салат готовит вероника мы познакомились с одной девочкой ну здорово ну сейчас мы салаты готовим и придем познакомиться я вот вниз а отлично жди наших мы придем неправильно ты делаешь дядь федор вот так надо проверять видимо на вкус что не дает мне попробовать нет она была на пробуй так что-то не хватает какой-то пасты какой-то не хватает так надо сейчас ее как-то размять мы добились нужного паса и мы сейчас будем это дело пробовать ребята сырян еще оформляет как-то там да мы бы так не смогли да мы бы туда опозорились бы ну и ладно спасибо этой женщине отлично смекарсона арахис добавят да я угадал пока мы мама с тобой ходили кальмарчики пожарились да тем временем у нас ракушечки изготовились вот они раскрылись неудобно мы поможем мне вилочку поставить чтобы я заловил ее спасибо маленький-маленький песок попал ну значит нечистый попался в пеках тоже песок тоже песок нечищенные слышишь здесь ракушки я не буду больше ракушки есть мы будем сейчас пробовать салат который приготовил нам вот это женщина помогла приготовить ладно мы что смотрели наш рецепт наш рецепт так прям хрустит папайя вот это немного остро кисло арахис 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 попадаются острое кисло-орехово вкусненько мне нравится мне просто удивляет почему именно чеснок не чистят ммм в принципе вот шкурку убрал и все да да хорош что вот мне нравится такой немного островатый сладковатый вкусно очень катя набирает еще креветок а я ребята хочу попробовать мясо сейчас возьму одну тарелочку и на одну тарелочку наберу себе много-много мяса разного буду жарить себе мясо так печенку мы уже ели печенку брать я не буду так надо как-то разделить их вот китайскую речь слышно так печенка тоже не буду брать печенку фарш почему-то я хочу сейчас себе сделаю котлетку себе слышь чего-то мне прямо хочется да мне хочется прям фаршику маленько попробовать проходил мимо там в общем тайцев и они прям жарили только вот исключительно это мясо надо попробовать ух что-то я набрал вот так там что там там дальше жирноватое какое-то мясо мы брать его не будем я думаю нам этого хватит ой ой ребята сейчас бекончик будем жарить смотрите все так пришкорилось хорошенько надо вот это дело все почистить новым куском сала ребята мы берем свой заготовленный бекончик вот такой он тоненький берем укладываем и ждем ждем когда же он приготовится я думаю он будет строгать его он так тонко нарезан что я думаю что он за пять секунд готовится а после этого бекончика мы мы перейдем к другому мясу попробовать будем другое мясо ой посмотрите просто посмотрите на это жиробесиво поля вероника креветки ваши сготовились идите мойте руки и садитесь кушать нам понравилось играть в смысле мы сюда приехали что играть да играть вот получается на вас тот вот мальчик вот так красивый видишь куда вы пошли играть прошло пять секунд ребята как мы договаривались мы снимаем бекончик наш я думаю что он приготовился а катя говорит почему ты три бекончика положил и сидишь сидишь на них смотришь почему ты не заряжаешь полностью всю печку ты мне прям по по одному виду делаешь понимаешь я хочу продегустировать какое больше всего мне мясо понравилось я поняла хорошо я вместе так пробую ребята бекон без соли без соуса без ничего просто как я и думал бекон оказался очень вкусный очень сочный очень жирный да очень жирная маленько соли не хватает какого он соуса а мы сейчас соусом попробуем остренький соус погнали мммм остренький соус а где же бекон я его не чувствую сегодня на нашем столе преобладает конечно же море продукты креветочки креветочки очень вкусно мы так долго поварили прям такое упругое мясо стало люблю любишь? да мне нравится когда перевариваешь море продукт а я наоборот не люблю кальмар креветку перевариваешь очень вкусно получается мммм ммм 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 в общем отложили мы это дело все не стоит а у меня ребята приготовилось в общем мясо еще одно с кунжутом я уже не помню где там какой брал буквально 5 секунд и она готова буду пробовать это мясо Слушай, вот это прям вообще, офигеть, попробую, вот тут грудинка лежит, так пробую второй или какой по счету, третий вид мяса пробую, непонятно, вот куриное было, непонятное происхождение, но маленько жестковато, второй вариант больше всего понравился, пока что, а вот это вот, вот это ты пробовал, это я не пробовал, смотрите, вот этот шум от мяса, похоже на говядину что ли? Или баранина, или баранина, вон, пробуй, маленько жестковато, что же это? В общем, с кунжутом больше всего тебе понравилось, но неплохо, ты знаешь, оно на самом деле не очень такое жесткое, вот, вкусненько, но второй вариант мне больше всего понравился, Катя, ты мне кокеточку не пожарил, давай, а я пробую четвертый вид мяса, курица, в каре кажется, что же это, что же это, Катя, это точно не курица? Не курица? Давай, это было похоже на курицу, какой-то морепродукт, непонятно, решил попробовать все соусы, я взял, в общем, вот этот соус, он оказался очень острый, хочу попробовать все, все, я, Катя, принес, три соуса, будешь пробовать? Да, на выбор даже есть четвертый, пожалуйста, это, который не острый, это вот примерно в таком порядке, как они стоят, вот так вот, это три острых, а этот, якобы не острый, да, и здесь так интересно, гордо лежит одна котлетка, Твоя котлета, ой, как красиво, посмотрите, просто шедевр, я чуть не орешился, котлетки, Вот это, мне кажется, лучше всего, она такая сочная получилась, ты бульоном поливала? Да, да, а я думаю, почему она такая сочная? Ну, бульон, ребята, посмотри, какой бульон, на вас такой, что стоит ложка, вот, бушного? Котлета очень вкусная, такая дымком отдаёт, да, и сочная очень, бульон вот этим всем отдаёт, смачная? Правда, котлета очень вкусная, мы решили завершить наш ужин котлетками, котлетки нам очень понравились, Мы решили их сделать деткам, да, детям мы уже вон заготовили, сейчас они остынут, и мы их позовём, потому что они прям так хорошо играют, вот это, получается, компания тайцев, видимо, там сидят, и дети, видимо, тоже наелись и отвалили, в общем, они между собой там как-то общаются, разговаривают, Вероника, кушать, давайте, кушайте котлетки и поедем домой, Кто готовил? Мама Мама Пробуй Это солёненький и с мягким, и болит каким-то соусом как будто Правильно Как тебе, Полюша? Есть что-то добавить? Что было самое вкусное тогда, скажите, что было самое вкусное для тебя, Поля? Карлетка Карлера? Карлетка Серьезно? Доедай и поедем домой Всё, ребята, всё, что мы набрали, всё съедено было, салат съели, соусы все попробовали, и завершим мы это арбузиком, да, пахнет, ты так понесла, но так пахнет вкусненько Вы знаете, посмотрела уже много ваших видео, и хочу вам сказать, что ваша жена – это ваше золото Всё знает, подаёт новые идеи и мысли, вас подталкивает к новым действиям, но вы для неё настоящий клад Мало кто из мужчин слушает жену, старается ей помочь и поддержать, желаю вам всех благ, снимайте интересные видео и побольше вам подписчиков Хороший отзыв, да? Шах лошу Шах лошу какой-то написал Спасибо вам большое Прям в точку Большой вам привет Открытый Прям в тихо Большая 3 Ребята, спойлер разговаривает с китайцами. Я тоже немножко подговариваю. Сразу похоже, что они китайцы. Сфоткались только что с китайцами. Я с немножко поговорим и домой уже пойдем. Отправили девчат пообщаться с китайцами, так они там не могут отойти. Полинка чуть-чуть лучше говорит Вероничке. Она уже прям предложениями спокойно говорит. И они прям там вцепились. Она прям что-то рассказывает. Рассказывает, что-то рассказывает. Та прям слушает. Подсказывает Вероничке. В общем, они так мило общаются. Вероника там что-то поснимала. Надо будет у них спросить перевод, они переведут. Я попробую субтитры наложить. Гордость есть за детей, что они спокойно говорят на китайском? Конечно, приятно. По-китайски. Приятно? Да, очень приятно. Еще мне нравится то, что они на английском уже. Да, ты закончишь, спасибо. Еще мне нравится то, что они на английском понимают. Кое-что могут уже отвечать. Пользуются английским языком. Вообще, это так здорово. Я прям не ожидала, что они уже сейчас что-то смогут говорить на английском языке. Мы из Гуанчжоу. Мы из Гуанчжоу. Мы из Гуанчжоу. Да, Гуанчжоу. Морепродуктов не так много. То есть из морепродуктов мы ели только креветки и кальмары. Там рыба была еще. Была рыба, но я имею в виду какие-то... Вместе было больше морепродуктов, да? Раки, да. Еще какие-то вещи. Такого здесь нет. Хочу сказать, что морепродукты качественные. В плане того, что креветки очень хорошие. Не залежные. Свежие, да, свежие, крупные. Очень хорошие. Мне кафе понравилось тем, что здесь очень спокойненько играет, спокойная музыка. Можно было спокойно разговаривать, снимать можно было спокойно. Это хорошо. В принципе, народу достаточно много было, но никто не шумелся, сидели потихонечку. Дети были заняты. Хоть там игровая площадка была настолько маленькая, но они там прекрасно уместились и там еще познакомились с другими ребятами. Да, и общались. Ну и спросим у детей, вам что всего больше сегодня понравилось? Площадка. Площадка. И котлетки. И котлетки. А кошки понравились? Да. В этом месте, ребята, очень много кошек. Видимо, все кошки на запах идут сюда. Очень много беременных. Мы нашли три. Кузатые, да? Три беременных. Ну все, ребята, действительно, кафе подтверждаем очень хорошее. Ставим ему вот такой вот палец вверх. Если вам понравилось это видео, ставьте пальцы вверх. Вверх. Подписывайтесь на канал. Всем пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok